Нету ни одного случая, чтобы страна с таким жестким протекционизмом росла быстро. Наконец, когда вы говорите про то, что предпринимателям есть все условия для работы, есть такое понятие нематериальный актив экономическая свобода. Он также важен, как и материальный актив доверия. И вот когда мы говорим, что этого ничего нет, и мы настаиваем на том, чтобы мы использовали лучший мировой опыт, экономическую теорию, науку, нам говорят, наша модель хороша, и не нужно ее менять. Что вы имеете в виду под моделью, и какие аргументы убедили вас лично, что все-таки вот в таком режиме Беларусь не только будет быстро расти, но самое главное, и обеспечить свою безопасность. Вы знаете, Сингапур отстроился от Малайзии за счет такой модели, когда у них государство было 12% ВВП. То же самое сделал от Чили, отстроившись от Бразилии и Аргентины. То же самое решили другие страны, которые решали вопрос не только благополучия людей, но также, что очень важно, безопасности и суверенитета. Не кажется ли вам, что нужно внести серьезные коррективы в данную модель? Спасибо. Спасибо, Ярослав. Слава Богу, что ты долго не говорил в этом плане, потому что я шире знаю твою концепцию вообще экономическую. Я не считаю тебя человеком пятой колонны ни в коем случае. Поэтому интересовался твоей позицией всегда, тем более, что ты не сидишь где-то на кухне и не думаешь, а публично много чего говоришь, особенно в острый период нашего времени. Я имею в виду политические, президентские или парламентские выборы. Поэтому ты кратко изложил суть. Что касается госрасходов. Я думаю, Ярослав, вы заметили, что... Заметили такой процесс, он нравится вам или нет, как оптимизация. Наверное, заметили. Заметили, да. Можете критиковать это, можете как угодно называть, может какое-то современное надо было название придумать или термин какой-то. Ну, мы ограничились тем, чтобы этим термином, чтобы люди нас понимали. Я это к тому, что оптимизация как раз, которую мы сегодня проводим, и начинаем с себя. Вот прям с президента. Сколько человек работает, как вы думаете, во Дворце независимости? Не знаете? Придите на экскурсию, у нас же открытый дворец. Кстати, это резиденция президента, там написано маленькими буквами. Моя резиденция, как была на Карла Марсе, так и осталась. Я принимаю здесь гостей, публичные мероприятия провожу. Ну, скажу прямо, чтобы показать, что мы не в лаптях. Что мы чего-то можем. И когда люди приходят во Дворец независимости, вот она из тех троих, кто работает во Дворце независимости. Игорь Михайлович, говоря про инвестизацию. Вот смотрите, постановление правительства номер один в этом году. Вы знаете какое? Важнейший инвестиционный приоритет – садовые домики. Зачем государству заниматься садовыми домиками, направлять деньги налогоплательщиков на такие проекты? А улитки? А лягушки? А мраморная свинина? А африканские сомы? Когда мы начинаем говорить про функции государства, вот то, что вы обещали в президентской программе своей, надо радикально сократить функции государства. Знаете, я добиваюсь от Совета Министров ответа на один простой вопрос. Сколько функций государства выполняет в Беларуси правительство? Ответа нет. Вопрос оптимизации хотел бы двумя руками. Я понял. Я понял, Вярослав. Я не ухожу от ответа на ваш вопрос. Я и об этом скажу. Я просто беру конкретный пример, чтобы вам продемонстрировать на примере, что сокращение государственных расходов – это программное положение президента Лукашенко. Да и я вырос в деревне. Я деревенский хлопец. И я знаю, да, видимо и вы, да. Я знаю, чего это все стоит. Но вот в чем у нас с тобой разница, Ярослав? Разница с вами? Извини, что я на «ты» тебя называю иногда. Привычка тоже деревенская. Не могу себя отучить от этого, но не обижайся. И никто не должен за это обижаться. Значит, разница в чем? Вы думаете, что это можно прийти и раз, и косой все выкосить. Ничего подобного. Это от судеб людей, то конкретных мероприятий, которые можно перечислять множество. Поэтому вот так с бухты-барахты это сразу не делаешь. Я даже не говорю здесь, о чем вы можете подумать. Какое-то сопротивление там, кто-то мешает. Никто мне не мешает. Если я приму завтра решение, вот возьму, как в народе говорят, от балды, половину, оптимизирую в кавычках, так и будет. Никто мне не мешает. Меня просто опять же это деревенское чувство, сельское, останавливают. Аккуратно, осторожно, идем по тонкому льду. Судьбы людей нельзя обидеть. Давайте спокойно. Ну что-то потеряем. Ну давайте дадим человеку до пенсии где-то дотянуть полтора-два года и так далее, и так далее. Но правда еще состоит в том, что я постоянно убыстряю этот ход. Я увеличиваю скорость. Мне совсем недавно принесли предложение об оптимизации, посчитали там по людям и прочее. Ну получается 15% сказал нет. Если только госаппарат брать. Там же оптимизация не только госаппарат и так далее, хотя и на это вы намекали. Нет, говорю. Это народом не будет воспринято. Да и не нужно. И потом, я уже начал сам с председателя исполкома, я приезжаю туда и говорю им, вот это, 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 не лезьте, не мешайте. Мы уже договорились, вы просто редко бываете и разговариваете с ними. У нас осталось, если вот допустим в моем районе, где я работал, в сельском хозяйстве, было 32, по-моему, хозяйства, 32 руководителя. Сегодня, по-моему, 10 или 12. 10-12. Тоже объединили, оптимизировали, работать начали лучше. И из этих 10-12 только 3 кувыркаются. Работают неэффективно. Два убыточных, один можно вытянуть. Председателям райисполкома запрещено ездить с какими-то функциями контрольными и прочими в хозяйство, кроме этих трех. И я на примере показывал, опять плохо следил в Брестской области. Ты берешь, председатель, когда у Машенского были, ты берешь вот это хозяйство, ты два заместителя, вы берете вот эти. Ездите туда, помогайте, вытаскивайте. А туда можете поехать, но только отдохнуть. Это не сокращение функций, но это правильно можно сказать. Да ну, это вот разговоры, слова. Нет, это сказал президент. Это должно выполняться. И оно выполняется. Что касается госструктур. Они же нищие у нас. Госслужащие у нас нищие. И с этим мы согласились. Но я им сказал, пока не уберете лишние функции, и с этим не сократите аппарат, никакого повышения зарплаты. Даже если это мне будет грозить, как вы часто говорите, у Лукашенковской команды, ну, зреет какой-то там переворот, они скоро его скинут. Пусть лучше скинут. Но если я в этом убежден, и я вижу, что не только я, и вы даже с этим согласны, я все равно этого добьюсь. Разница в сроках. Как с МВФ, параллель проведу. Вы всегда меня подталкиваете, МВФ, МВФ, что Россия там, и так правильно. И МВФ, я публично сказал, когда мне спрашивают, вот с МВФ, они что там такие-сякие? Да нет, они требуют правильно. Взял услугу. Вот цена, заплати. ЖКУ там и так далее, и тому подобное. Но разница у нас в чем? И в Слагард, когда я разговаривал, кстати, она со мной согласилась. Как только приехал этот парень Соединенных Штатов, как его? Питер Долман. Петя, Петя его зовут, Петер. Питер, хороший мужик, хороший человек. Я говорю, слушай, Петер, я уже с ним встречаюсь, как только он приедет. Я уже начинаю вести за специалистов в переговоре. Кстати, не воспринимала вообще Беларусь. Сейчас два вопроса осталось. Госсобственности, которые вы только что сказали, и то они не так ставят вопрос, как ты. Они говорят, вы нам скажите перспективу госпредприятий. Они не говорят порезать на куски, раздать и продать. Когда я им объяснил, что произойдет, если мы объявим продажу предприятий, и где они окажутся, они уже не ставят этот вопрос. Я даже на нашем пресс-разговоре не могу это сказать. Потому что обидится кое-кто. Но вы сами догадывались. Если я сейчас начну предприятия продавать и выставлю их, как вчера Михаил Михайлович Ковалев говорил, хреновое у нас предприятие, что с ними делать. Я так подумал, даже его уже убедили, что надо срочно приватизировать. Так вот, если я... Это не факт, это я так подумал. Вот я сижу и думаю, если я сейчас эти предприятия выставлю на продажу, вот каждый из вас 100% ответит, где они окажутся. Кто их купит? Поэтому, извините, я же отвечать буду перед народом. Про Ярослава и Романчука могут даже забыть, что он мне это советовал сделать. А я в истории навсегда останусь, что я, как в соседних наших некоторых государствах, сбагрили просто, прихватизация произошла. И более того, они не у наших людей в руках этих предприятий окажутся, если это будет честно и рыночно. Поэтому вопрос и МВФ, и ваша в сроках. Я хочу по-людски, по-человечески. А вы хотите, хоть из села вместе со мной выросли там, а вы хотите вот так вот рубану и все. Так, может быть, будет быстрее эффект. Может быть. Хотя Россия говорит о том, богатое, что не получилось, когда вот так чоком шоковую терапию провели. Ну, может быть быстрее. Но выдержат ли люди? Вопрос же не во мне, Ярослав. Я читал те же буквари и книжки, что и ты. Ну, может, ты сейчас больше времени не имеешь, ты читаешь эти экономисты. Или как просил я этого своего бывшего министра, направляя в нархоз. Убери ты эти экономисты. Научи их той экономикой, которую мы с тобой создавали в Беларуси, чтобы они понимали. Ну, чуть-чуть добавить свою. Ну, наверное, не учим. Ярослав, у вас учился? Нет? Ну, слава богу. Неужели за границей? Поэтому я оптимизирую. Но все не так быстро. Переложите. Многие, которые здесь присутствуют, переложите это на себя. Вот Румо сидит. Кто скажет, что Олег не профессионал? Я бы даже больше не перехвалить бы его. Я везде вот так великий человек. Извини, когда я к нему, к ним приехал в больницу. Я помню, помнишь, когда ты вокруг меня все там белый. Твой молодой совсем парень. Ну, сейчас совсем он похож на 20-летнего. А тогда вообще думаю, боже мой. Кто это бегает, что-то хочет сказать? А его служба там эти начальники не пускают. Я говорю, да что вы гнобите человека? Вы кто вражен? И он подходит ко мне. Два человека у тебя еще было. Он мне начинает про трансплантологию. Боже мой. Я думаю, какая трансплантология? Денег нет. Не можем вылечить людей от элементарных болезней. 10% лекарств. Все, 90% импортные. Тысячу проблем. Ну, думаю, молодежь. Вот же говорит. Знаю, что это такое. Начал обсуждать со специалистами. Среднего, присаживаюсь. Это вам будет интересно. Как это все в государстве бывает. Среднего возраста, старше. Они мне правильно говорят. Александр Ильич, ну мы вас возобеждать не будем. Вот есть суконка здесь. Должен быть же где-то в списке. А, вот. Вот его возраста не он. С ним мы тоже революцию там делали. Присаживайся. Вот, думаю, они мне говорят. Слушайте, вон от сердечно-сосудистых заболеваний на дорогах и прочее. Там гибнут. Вот мы спасет, спасет Олег, трансплантологию приведет. Спасет он там, ну, сто человек. Ну, тогда и речи не могло оста быть. Там единицы были. Ну, и что вы получите в то время, когда надо деньги вложить сюда? Я хожу, хожу, думаю, нет, ну, все-таки это же. А потом думаю, ну, а вас же надо убедить в этом. Потому что деньги надо брать из бюджета в основном. Где я только не искал эти деньги. Но я принял решение. И чем я мотивировал? Что это будущее. Это высочайшие технологии. Как атомные станции, как космические наши корабли, которые мы запускаем сейчас уже с китайцами вместе и прочее. Это будущее. Это не только имидж нашего государства. Это вообще лицо нашего государства. Это новые специалисты, новые люди. Это образование подтянет. Но также вот ректора сидят здесь. Мы же начали для атомных станций готовить специалистов. И уже в медуниверситетах отстали они. РУМО их опередил. И мы, затратив небольшие сравнительно деньги, получили потрясающий имиджевый эффект. И сколько мы людей сейчас спасаем. Особенно детишек. Понимаете, ничего не застыло, но все не дается сразу. У нас нет дешевой нефти и дешевого природного газа и других полезных ископаемых от Господа. Вот накопал и получил. А нам надо все своими руками и мозгами создать. А это надо много и это не так дорого. Ну благо сейчас там нефть, цена упала. А когда 120 долларов было, они захлебывались от валюты. Они не знали, куда девать эти деньги. Те, кто добывали, тому, кто Господь положил это в землю. Вот, Ярослав, в чем вопрос. А не потому, что Лукашенко закостенел и не знает, что делать. Да нет. Вы вот все, что вы сказали, мы это делаем. Но это разница в том, что это нельзя сделать одним махом. И вообще, вы знаете, это уже не наша с вами экономическая теория и не Ковалева даже. Там есть жесткие экономические законы. Ты им не следуешь или не следуешь. Следуешь, живешь. Не следуешь, завтра обвалишься и так далее. Я это понимаю. В этом отношении я плохой экономист. Я еще здесь прежде всего, не еще, а прежде всего вижу судьбы людей. Судьбы людей. И если бы ты со мной поработал, вот так вот, позанимался экономикой, ты бы был самым ярым моим сторонником и понял бы, что экономика, оказывается, она еще, да, и не совсем, и не совсем вот такая вот, как в книжке написано. Оказывается, там надо преломлять и на человеческий какой-то фактор. Вот чем ты и от Ковалева отличаешься. Ведь не скажешь, что ты знаешь больше Ковалева. Нет, он даже больше меня по отдельным направлениям знает в экономике. Просто я более информированный человек. Он больше знает. Но разница в том, что он эту экономику, может, и не работая где-то на предприятии, он уже на зубе ее попробовал. Его судьба связана с этими людьми. Поэтому, да, экономика весь жестокая развивается по своим объективным законам. Объективным. Но никуда не денешься от человеческих судеб. И эта объективность должна преломляться через эти судьбы. Может, несколько философски, я тут уже, меня занесло в свою старую науку. Но, тем не менее, это так. Что касается предпринимательства. Ну, крить нечем. Я только об этом сказал. Ярослав, еще раз повторю. Я не совсем так, как ты, Ярослав, убежден в том, что предпринимателям невозможно жить. Я не совсем в этом убежден. Но раз вы говорите, значит, в этом что-то есть. И я решил. Я же еще раз повторяю. В ближайшее время. Вот глава администрации может проинформировать. И премьер-министр, если хотите, я вам организую с этой группой работу. Хотите, включите. Включите его. Включите его туда. Пример маленький, да, в отношении предпринимателей. Мы обсуждаем платформу национального бизнеса. И вот белорусский производитель, который делал электронику. Белорусские идеи, белорусские инновации. Говорит, 2 февраля я заканчиваю производство, потому что в Беларуси меня не вытесняют налогами. Знаете, что экологический налог за 2017 год вырос на 30%. Производитель Белоруссии, из Могилевской области, говорит, вы знаете, что у меня налог на землю 57 тысяч долларов. Я привез оборудование, я привез это. Знаете, что налог на недвижимость на землю индексируется в 2-3 раза в условиях рецессии. И когда предприниматели пытаются достучаться до исполкомов, они говорят, ну, нам же нужно бюджет наполнять. И вот когда нет этого диалога, я очень хочу, чтобы вы пришли и поговорили с бизнесом на ассамблее деловых кругов, которые собираются ежегодно, потому что это открытый, такой разговор хороший. И когда вы там выступаете перед медиками очень хорошо, перед учеными, замечательно, аграриями. Но предпринимателей, которых должно быть в экономике малого и среднего бизнеса 98%, как в Германии. Вот настоящий драйвер и институт независимости нашей страны. Услышал. Пригласите, приду даже на эту ассамблею. Или как вы там назвали. Но вы его включите в эту группу, во-первых. Во-вторых, единственный совет, который создан при президенте, из рук вон плохо работает, я это признал недавно. Просто как это принято у нехороших людей, говорит, президент должен был крышу им создать. Единственный совет по предпринимательству. Мы сейчас его серьезно реформируем. Но опыт работы, даже мой опыт, я ведь не руковожу им непосредственно. Там есть руководитель, я просто курирую его работу, чтобы дать возможность расти предпринимательству. Ну, вы изберите сами этот совет. Направьте предпринимателей, того, кто там должен быть. Без этих вот, знаете, оголтелых, которые умеют болтать в СМИ и прочее, но ничего делать не хотят. Мы их тоже знаем. Протом, Ярослав, я знаю их очень хорошо. Ты даже никто не знаешь, что я знаю. Поэтому они избрали. Прихожу к ним на совет. Я иногда прихожу на этот совет, как куратор. Вы думаете, во что превращается совет? Если бы они вот хотя бы так ставили вопрос, в целом, что волнует предпринимательство. И были честны, не так вот, как эти мешочники угробили легкую промышленность, марка там и других. Когда завозят мне там с Турции, Китая, непонятно что, и пошло-поехало. И когда я их в равные условия поставил, они на дыбы встали. Я раз отсрочил, второй раз, ну по-людски отсрочил. Они опять мне то же самое. И тогда мне пришлось рубануть по-твоему. Сказать, нет, хотите жить, работайте в равных условиях. Трудную ситуацию попадете, поможем. Ну, знаете эту историю. Поэтому, сбился с мысли, о чем я хотел вам сказать. Вот видите, вы даже меня не слушаете уже, что я говорю. Совет по предпринимателям. А, совет по предпринимателям. Мы его сейчас реформируем. Если вы захотите, как передовой человек, быть членом этого совета, я против не буду. Мы сейчас подбираем хорошего председателя, который, ну и ресурс какой-то административный бы имел, чтобы мог достучаться до президента в любое время и прочее. Мы это сейчас решим, этот вопрос. Создайте этот совет. И этот совет должен был, как по замыслу и его положению, аккумулировать весь негатив. Но только, не только частности. И не столько, а в целом и внести президенту для решения. Ну, они избрали такой совет, вроде и крепкий, по-моему, и Марка там, и Машенский вроде там. А приходят ко мне, рассказывают, кто они, какую они бурную деятельность развили. И что им надо решить конкретный для их компании вопрос. Ну, конечно, мы реагируем на это. Но я сижу и думаю, ну не для этого же я этот совет сформировал при президенте. И мои попытки при разных председателях повернуть этот совет к более концептуальным рассмотрениям концептуальных вопросов, ничего не получилось. Поэтому не надо вот так вот думать, что вот там вот где-то вот по земельному налогу. Я, синограмма у нас ведется, да и у нас прямой эфир. Я думаю, он нас услышит. И надо посмотреть, так ли это. И вы давно могли бы, ну, если вас там не слышат в администрации президента, хотя, наверное, бы услышали, но вы довели бы через Иосифа. Я бы уже давно прочитал. Он знает, что я его читаю, ему даже резолюции. Я не знаю, направляют тебе мои резолюции или нет. Вот он сказал, ну ладно. Даже ему пишу на его статьях. Потому что мне некогда там какие-то письма, ответа. Я несколько слов ему черпну на этой статье и прошу помощнику отправиться Иосифу. Поэтому, ну, хоть там напиши, Иосиф даст тебе страницу. Но я думаю, в советской Беларуси это ж конкурент Иосифа. Они с удовольствием тебя возьмут на этой почве. И поэтому, ну, вы тут Чили, Аргентину, Сингапур проводили. Был я в Сингапуре, не жил в Чили, Аргентине. Но, Ярослав, там хорошо, где нас нет. Там всегда хорошо. Поэтому у них свои условия, у нас свои. А вообще, вы меня упрекнули вот в этой модели. Вы знаете, наверное, меня уже не переделаешь. Меня не переделаешь. Я считаю, что модель нашего развития, вообще славянских народов, это социально ориентированная экономика. Я не приемлю здесь, в Беларуси, особенно другой модели. И я очень тщательно наблюдаю за вариантом России, Украины и так далее. И молю Бога, чтобы у нас этого не произошло. Любое, даже любое государство, лишь тогда чего-то стоит, как дедушка Ленин говорил, примерно так говорил, если оно обращено к людям. Если человек от этого ничего не имеет, зачем ему это государство? Я часто говорю, зачем ему эти болты, гайки? Зачем? Поэтому социально ориентированная экономика – это экономика и государство для людей. Да, у нас сегодня не лучшие времена, меня можно за это критиковать. Кто-то меня понимает, кто-то меня жалеет, кто-то со мной соглашается, а многие там, или немногие, некоторые критикуют. Все они правы. Только надо, прежде всего, надо разобраться. И прежде всего, посмотреть на себя. Что ты не сделаешь? Ты меня критикуешь за то, что мы тут растопырились, грубо говоря, по-народному и всем помогаем. Неправильно мы делаем. Ну а что делать, что люди попали в такую ситуацию? Исходя из той концепции, которую я предлагал на президентских выборах, что я буду видеть каждого, что я буду людям помогать, что мы не отойдем от социально ориентированной экономики, я в этом ключе и действую. А как же, я же обещал одно, что сделать другое буду? Это не моя политика. Я сторонник искренней политики, честной политики, справедливой. Я часто говорю, в законах все не пропишешь. Все не пропишешь. А когда не прописано, делай справедливо. И я справедливость ставлю выше любого закона. Я тоже в жизни столкнулся с несправедливостью. Я видел ее и в мелочах, и в деталях. Я хлебнул это вот так. Бывает, человек попадает в тюрьму. И у меня не раз бывало. Уже на посту президентства, когда... Я знаю таких много людей. Да, больно. Да. Но он рассуждал. Да, я вот... Но я же виноват. Они все на меня. Но он же справедливо поступил. Понимаешь, ему больно. Я это понимаю. Ну, кому это хорошо? Но человек понимает, что он виноват. Он провинился. И я поступил. Не я. Государственная система. Справедливо. Поэтому справедливость должна быть положена в основу всех человеческих взаимоотношений. И государство с человеком в том числе. Спасибо.